День добрый, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про алисум. Алисум, какой он бывает? Алисум он бывает семенной и бывает вегетативной. Вот смотрите, рядом со мной это вегетативный алисум. Чем он отличается? Вот представляете, вот так вот один корень, один корень нарастает. Вот такая копна, вот такая вот огромная шапка. Можно подойти близко, да, посмотреть. Видно, что вот он один. Я не шучу, я вам серьезно говорю. Посмотрите, вот он корнище, вот он толстый такой большой. Конечно, скоро будут заморозки, он подмерзнет, замерзнет. Но тем не менее, в каком объеме он растет? Это строительный такой горшок, можно в любом строительном магазине купить. Здесь 90 литров, посмотрите, но размножается он только черенками. Не семенами, вы его не добудете. И именно один черенок, вот такой вот огромный. Цветет он с самого раннего, как говорится, маленького отросточка и до самой поздней осени нарастает вот такой копной. Если я посмотрю, вот в таком размере где-то получается, ну, наверное, метра полтора, ближе к двум. Если мы расправим, это как раз будет два метра. Чем он тут отличается от семенного? Семенной такой не растет. И семенной можно выращивать семян, и там разновидностей их тоже много. Они бывают низкорослые, бывают высокорослые, всякие разные. Но никогда семенной, именно алисум, никогда он не вырастет такой огромный. И для того, чтобы, вы знаете, его очень сильно любит бложка кушать. Я вам расскажу такой маленький-маленький лайфхак, как от нее избавиться. Вот особенно здорово, у кого есть животное. Идете в зоомагазин, покупаете шампунь от Блох, обрабатываете один-два раза за сезон, и бложки не будет. Также можно обрабатывать и редиску тоже этим шампунем. Абсолютно безвредно, экологично. Поэтому пробуйте, пробуйте, помогайте. А это вот алисум семенной. Он достаточно крупный, потому что он бывает низкорослый, да, высокорослый. Вот и семян это высокорослый. Но его садят, вот здесь видно, что посажен он где-то примерно через, вот расстояние, видите, да, 10 сантиметров. Поэтому он смотрится так богато, крупненько. Примерно он диаметром разрастается сантиметров 50, да. Это в принципе прилично. Почему бы и да. И можно засаживать вот такие вот бордюры как раз в ландшафте. Это и применяется красиво, добротно, с запахом. И вот у нас сейчас уже конец сентября, а он еще цветет. Представляете, он еще цветет. Есть, конечно, низкорослый, но вот у меня такого низкорослого нету. Поэтому показываю вам семенной именно такой большой, крупненький, высокий. Но он, конечно же, не будет как вегетативный. Он не будет такой большой, огромный. Он не будет в диаметре метр, полтора. Но, тем не менее, он тоже красиво и хорошо смотрится на клумбах. Поэтому, друзья, если вы ни разу не выращивали вегетативный Алисун, это сорт Сноу Принцесс. Самый огромный, самый большой, самый шикарный. Обязательно попробуйте. Но также, если вы не выращивали семенной, тоже попробуйте. Он очень ароматный, привлекает пчел, привлекает вообще своим запахом вкусным. Цветовая гамма его абсолютно разная как в вегетативном, так и в семенном. Разноцветные. Можете по вкусу себе выбрать. Поэтому, друзья, сегодня мы с вами посмотрели, как выглядит вегетативный Алисун. Как выглядит семенной Алисун. Какой из них выбрать, решайте сами. Я больше выбираю, конечно же, вегетативный. Почему? Потому что вот я его один посадила, он вырос. Кстати, его можно выращивать не только в каких-то емкостях. Его можно, если у вас пространство нужно большое засадить, пожалуйста, через каждый метр вы садите вегетативный. Семенной вы так не посадите. Семенной, ну вот в не таком расстоянии. Поэтому, друзья, помните, красота спасет мир. А на этой прекрасной минуте я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Скоро встретимся. Редактор субтитров А.Семкин